В Каспийском лицее номер 13 имени Расула Гамзатова прошла встреча учащихся школ города с известным российским режиссером Олесей Шигиной в рамках международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Фестиваль, конечно, носит просветительскую цель. Он направлен на то, чтобы наши дети понимали, что происходит сейчас в стране в целом, не только даже на фронте. В первую очередь, конечно, на фронте, где наши герои, где каждый день совершается подвиг, беспрецедентный подвиг за Родину, молодыми ребятами, людьми в возрасте, героями России разных национальностей. Ребятам также были показаны ролики на стихотворения современных поэтов и кинокартины «Фагот» Анны Артамоновой и «Отважный Сахалин». Мы сюда привезли фильм «Отважный Сахалин», документальный фильм о том, что на Сахалине именно происходит то, что там маленькая Россия. Сахалин – это же остров, и на нем мы встретили и дагестанцев, и якутов, и бурятов, и русских мальчишек из Рязани, Твери и так далее. То есть фронт перемешивает нас всех, делает нас едиными, потому что вот эта угроза потерять свою Родину, свою страну, она должна сплотить народ настолько, чтобы мы были как единый слиток золотой. Алися Шигин рассказала ребятам и свою историю. Ее сын отправился добровольцем в зону СВО. В связи с этим событием девушка написала трогательное стихотворение. «Вот, только что, растаяли объятия, с молитвой провожаю облака, колышется на зойливое платье. Сынок, я рядом, я твоя броня. Ушел, не обернулся, так и надо. Так уходили наши деды в старе. Ты боль моя, и ты моя награда. Ты родина моя, мой русский рай. Сынок, живи, не вздумай по-другому. И там скажи на линии огня, что всех дождемся непременно дома». Также режиссер рассказала присутствующим о героическом подвиге дагестанца Руслана Примова, который спас многодетную семью в Мариуполе. «Восемь детей в семье, их должны были на органы, там увозили просто детей на органы. Это рассказывают не кто-то там, не пропагандисты, да, это рассказывают люди. Мама вот этих восьми детей, которая скрывала, прятала их. И Руслан дагестанец, понимаете, он помог. Мало того, там был обстрел однажды минометный, тяжелейший. Девочка маленькая, самая младшая, она спряталась под печкой русской. И, говорит, в подпечник забралась, но семья не нашла ее. А детей надо спасать. Восьмерых детей, старше из которых 9 лет или 12 лет, по-моему, всех вывели, а малышку найти не смогли. И Руслан 20 минут искал ее в доме под полным обстрелом. Ваш Руслан». Начальник управления образования города Лариса Абрамова и директор лицея Алина Ханмагомедова поблагодарили Олесю Шигину за визит и отметили важность данного фестиваля. «Я, наверное, сегодня особо, не знаю, плакала постоянно, потому что, я думаю, как и у других, у меня очень много родственников, кто погиб, кто там, кто контужен. Но то, что вы, как сказала Лена Гремятна, своими глазами сегодня показали, это дорогого стоит. Я просто вам низко кланяюсь за то, что есть вы, есть ваши дети. И я уверена, что пока есть такие люди, мы действительно победим, но не победим. Спасибо. Здоровья в вашем роде». Завершилась встреча с совместным исполнением песен Журавли, Катюша и лозунгом «Победа будет за нами». «Победа будет за нами! Победа будет за нами! Победа будет за нами!»